Эфир телеканала Кубань-24 продолжает программа «На стороне закона». Подборка актуальных криминальных новостей, а также советы, как не попасть в беду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всего в группе было 9 человек. Четверо из них были признаны виновными и оказались на скамье подсудимых. Служители Фемиды назначили им наказание в виде лишения свободы. Между тем, пятеро фигурантов от органов предварительного следствия скрывались. Их объявили в федеральный розыск. Материалы уголовного дела в отношении этих участников организованной группы были выделены в отдельное производство. Накануне сотрудникам краевых ФСБ и Следственного комитета удалось задержать одного из беглецов. Судом удовлетворено ходатайство следователя 1-го отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по краю об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанного накануне сотрудниками управления ФСБ по Краснодарскому краю в Тюмирюкском районе 26-летнего участника преступной группы. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя и подозреваемый заключен под стражу. Ему предстоит пройти целый комплекс следственных действий. После он тоже окажется на скамье подсудимых. Расследование уголовного дела продолжается. В федеральном розыске до сих пор находятся еще 4 участника ОПГ. Более 30 тысяч рублей похитили молодые люди у жительницы Краснодара. Об этом полицейским сообщила сама пострадавшая. Она рассказала, что двое молодых людей встретились с ней якобы с целью снять квартиру. Во время показа жилища молодые люди и ограбили несостоявшуюся арендодательницу. Каким способом пришли, что именно так можно совершить? Он сказал, в смысле, знаете, как это выражается, типа гоп-стоп. Ну, я согласился. Жертву злоумышленники нашли случайно. Увидели объявление на Авито. Молодые люди своих намерений скрывать не стали и сообщили женщине, что их не интересует квартира. Они пришли ограбить хозяйку. Мобильный телефон потерпевшей был обнаружен и изъят в одном из городских ломбардов. Из похищенных 400 рублей 100 злоумышленники отдали женщине для оплаты проезда в общественном транспорте, а бюджетерию выбросили на улицы. Также на счету молодых людей еще несколько окраш имущества и снимаемых ими квартир, в частности, бытовой техники, на общую сумму около 100 тысяч рублей. Задержать предполагаемых исполнителей преступления, которыми оказались ранее судимые за незаконный оборот наркотиков, мошенничество и кражу 26-летний житель Услабинского района и 27-летний уроженец Курганской области удалось в съемном жилище. В отношении подозреваемых правоохранители расследуют сразу несколько уголовных дел. Санкции по ним предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 7 и 5 лет соответственно. Место за рулем автомобиля – это прежде всего ответственность за жизнь не только свою, но и других участников движения. К сожалению, не все водители это осознают. Автохам, не пропустивший экипаж скорой помощи, стал героем ролика, который выложили в социальные сети. Дело было в Адлерском районе Сочи. Врачи мчались по улице Ленина. Была сирена, ведь в салоне тяжело больной человек. Несмотря на спецсигнал и проблесковый маячок, легковушка принципиально не уступала дорогу, пока не миновала загруженный участок трассы. Благодаря ролику в интернете с автохамом разберутся сотрудники правоохранительных органов. О дорожных разборках в Краснодаре знает Наталья Ястребована. Расскажет о ДТП за минувшие сутки. А также о тех нарушителях дорожного движения, невнимательных водителях и тех, кому просто не повезло. От неприятных ситуаций на дороге не застрахован даже дисциплинированный водитель. Доказательство тому ДТП на перекрестке улиц Черкасска и 1 мая. Голубая легковушка заходит на поворот, но притормаживает, чтобы пропустить пешехода на зебре. А водитель, который следует за ней, педаль тормоза проигнорировал. Возможно, не успел сориентироваться. Вот так пропустил человека, получай, по заднему бамперу. Посмотрев на то, что отвалилось от ласточки после удара, ее хозяин хватается за голову и бежит догонять свидетеля. Того самого пешехода. Что это было, гадают очевидцы столкновения на улице Красина. Пожалуй, ответ на этот вопрос знают только водители, которые неожиданно встретились у разделительной полосы. Судя по траектории движения, кто-то из них собирался перестроиться в другой ряд. А в итоге разбор полетов и затор на участке. Ехать поперек движения рискованно, даже если завершаешь маневр. Это на своем печальном опыте теперь знает водитель серой отечественной легковушки, которая не успела пересечь улицу Дзержинского. Видимо, где-то на середине проезжей части ее застала смена сигнала светофора. И случился этот дорожный упс. Подпорчен бампер белой иномарки и настроение ее водителя. Полегче на поворотах. Не поделили полосу движения водители на перекрестке Северной и Красной. Черный джип заходил на главную улицу города со второго ряда. Чуть раньше этот маневр со своей первой полосы начал водитель серой легковушки. И оба встретились во втором ряду уже на красной. Притерли друг другу бока. Сегодня поговорим о новых правилах, которые работают на Старом перекрестке. Как правильно проехать кольцо на пересечении Ставропольской и Старкубанской, расскажет наш постоянный эксперт Дмитрий Бабич. Добрый вечер, Дмитрий Витальевич. Здравствуйте. Рада приветствовать вас в студии. И сразу хочу начать с, наверное, самой большой проблемы в нашем городе. Новое кольцо, которое открыли после реконструкции Старокубанское. Естественно, уже возникли проблемы у водителей. В интернете появилась памятка своеобразная. Я прошу вас прокомментировать, объяснить, рассказать, чтобы для наших зрителей тоже была памятка от нашей программы. Хорошо, постараемся пояснить, кому что непонятно. Упрощено с точки зрения маневрирования движения по кольцу. Сделаны дополнительные полосы, по которым можно двигаться непосредственно по улице Ставропольской. На подъезде кольцо у нас четыре полосы движения. Что со стороны въезда в город, что со стороны стадиона Кубань. Это четыре полосы, которые позволяют из двух полос ехать прямо. Если водителю нужно двигаться непосредственно по Ставропольской, он выбирает крайне левую, первую и вторую полосу и двигается по ним, спокойненько проезжая. Не осуществляя никаких круговых движений по кольцу, никаких круговых маневров. Какие особенности есть? Для того, чтобы совершить маневр движения по кольцу, то есть для поворота налево, допустим, при движении отсюда, нужно занять соответствующую полосу. И она не только обозначена дорожная разметка, еще и соответственные дорожные знаки. На подъезде к кольцу установлен знак 5.15, на котором указано движение по полосам. Какая полоса куда двигается. То есть для того, чтобы проехать налево, нужно совершить маневр по кольцу. Там еще установлены светофорные объекты, здесь они не в полном объеме. Поэтому, двигаясь по кольцу, у нас там срабатывает светофор. Мы на этом светофоре останавливаемся, либо не останавливаемся, согласно его требованиям. И уже спокойно переезжаем вниз сюда, налево и двигаемся. Аналогичным образом нужно поступать, двигаясь по кольцу со стороны города. Здесь ничего сложного нет. Какие я бы хотел оговорить особенности? Особенности заключаются в том, что двигаясь по левой крайней и второй полосе слева, сквозь кольцо, поворачивать налево через трамвайные линии запрещено. Установлены соответствующие дорожные знаки 4.1.1, которые регламентируют, что с этих двух полос движение можно осуществлять только прямо. Только сегодня я сам лично наблюдал ситуацию, когда водитель, который ехал по этим полосам, в конце решил не только повернуть налево, но и сделать еще это на запрещающий сигнал светофора. В то время, как я стоял на самом кольце, готовясь пересечь трамвайную линию на разрешающий сигнал светофора, водитель не сориентировался и прямо на глазах у наряда ДПС, на моих глазах прям повернул налево, там где это запрещено, еще и на запрещающий сигнал. Так делать нельзя. А еще раз подчеркиваю, что двигаясь вдоль трамвайной линии, насквозь, сквозь кольцо, поворачивать налево запрещено, что с той стороны, что с этой стороны. В то же время, если вы двигаетесь по улице Старокубанской, и вам нужно повернуть, допустим, со стороны Селезневского кольца вы едете, вам нужно повернуть налево, здесь, вы можете пересечь трамвайную линию и совершить сразу поворот на сквозное движение, на сквозной проезд с кольца. То есть не маневрировать полностью по кольцу, а совершить здесь маневр как аналогично, и двигаясь здесь. Сюда он может заехать, правильно? Да, совершенно верно. То есть занимая крайнее левое положение, то есть из крайней левой полосы, опять видим, что она обозначена соответствующей разметкой, соответственная стрелка там стоит, то есть по этой стрелке вы можете, пересекая трамвайную линию, повернуть сразу налево на Старопольск и уехать беспрепятственно, не совершая маневр движения по кольцу. Он здесь в этой ситуации не нужен. Уже не такой большой поток транспорта будет двигаться, допустим, со Старокубанской непосредственно на Ставропольскую. Аналогично, таким же образом обстоят дела при движении сверху. То есть у нас со Старокубанской организовано такое движение. Еще раз поясняю, что поступать таким можно образом, только двигаясь по улице Старокубанской. С улицы Ставропольской такие маневры недопустимы. То есть сквозной проезд вы должны проехать насквозь. Если уже так получилось, что вы находитесь в этих трех полосах, видите, у нас с дорожным знаком обозначено, вы должны ехать исключительно прямо, либо уже непосредственно на кольце. Здесь перестроиться, опять-таки, с левой крайней полосы и с правой полосы. Это будет сложно сделать. Поэтому заранее, заблаговременно занимайте положение на проезжей части, дабы не нарушать, возьму раздел правил дорожного движения и находиться в том положении, которое необходимо для ошления маневра. Единственным недостатком могу отметить, что некоторую сумятицу вносят действительно организация движения для людей, особенно приезжих в городе, будет не совсем понятно. Необходима установка дополнительных знаков заранее организации маршрута. То есть, чтобы водители, которые приближаются к этому кольцу, за несколько сот метров видели заранее, как организовано движение в этом кольце, какой маршрут они должны проложить, какую заранее полосу занять для движения в том или ином направлении. Мы с соответствующим предложением выйдем к администрации города Краснодара для того, чтобы они эту работу выполнили. Дорожные знаки выставлены и согласованы, утверждены и действуют в установленном правиле дорожного движения в порядке. Поэтому наряды действительно там находятся, как с одной стороны, так и с другой на этом перекрестке. Они при необходимости действительно регулируют дорожное движение. И принимают меры административного воздействия. То есть, как бы правила дорожного движения есть, водители все их должны знать и требования дорожных знаков выполнять в полном объеме. Спасибо вам большое за исчерпывающий комментарий. Надеюсь, больше не будет нарушителей перед вами выскакивать. Будут. Если и у вас есть вопросы к нашему эксперту, присылайте их к нам на электронную почту. ЧП, нижнее подчеркивание, Кубань, собака, НТК-ТВ.ру. Обязательно укажите ваши контактные данные, опишите ситуацию и прикрепите схему ДТП. Будьте аккуратны на дорогах. Начальник управления подразделений полиции специального назначения Росгвардии, генерал-лейтенант Владислав Ершов совершил рабочую поездку на Кубань. Он познакомился с подчиненными, работающими в регионе. Посмотрел строящийся объект и главное управление Росгвардии. Один из поводов визита в регион – представление личному составу нового командира отряда полковника полиции Виталия Калышбаева. В обращении к сотрудникам генерал-лейтенант выразил уверенность, что отряд сохранит достигнутые высокие результаты служебно-боевой деятельности. Кроме того, начальник управления подразделений полиции специального назначения Росгвардии вручил памятный подарок и выразил благодарность бывшему командиру СОБР. Завершилась рабочая поездка вручением ведомственных грамот и наград сотрудникам, отличившимся во время несения службы. У меня на этом все. Увидимся завтра. Хорошего вам вечера. И пусть он будет не только интересным, но и безопасным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова